Пересмотр программы НГАД Истребитель за пятилетку В настоящее время военно-воздушные силы США ведут теоретическую проработку проекта истребителя следующего поколения В ближайшем будущем руководство ВВС планирует пересмотреть текущую программу и внедрить новые подходы к созданию авиационной техники Вместо длительной разработки совершенного многоцелевого самолета предлагается в ускоренном темпе создавать специализированные машины на общей базе Концепт истребителя FX ОД USAFARL Цифровая сотая серия О новых планах в отношении проекта НГАД Несколько дней назад объявил заместитель министра ВВС по закупкам Уилл Рапер в своем интервью для издания Defense News Темой интервью стали процессы дальнейшего развития тактической авиации США, в первую очередь проект НГАД И его перспективы Оказалось, что уже в октябре ВВС намереваются пересмотреть эту программу с целью оптимизации всех основных процессов До настоящего времени проработка истребительного комплекса НГАД Идет в соответствии с исследованием Air superiority 2030 Вышедшим в 2016 году в нем предлагалось создание малозаметного истребителя Penetrating counter air Способного стать центральным элементом более сложного комплекса Самолет ПЭК Должен работать вместе с наземными и воздушными системами обнаружения Беспилотниками и так далее Истребитель такого рода планировалось создать и поставить на вооружение в начале 30-х годов В последних исследованиях такие принципы реализации НГАД Посчитали невыгодными Разработка предложенного самолета оказывается слишком сложной Дорогой и длительной Также присутствуют некоторые проблемы Связанные с деятельностью вероятного противника Не так давно у программы НГАД Сменилось руководство И новые должностные лица с 1 октября намерены серьезно ее перестроить Теперь предлагается ускоренная методика создания перспективной авиационной техники Она предусматривает быструю разработку самолета с максимально возможными на данный момент характеристиками В идеале это позволит создавать новую машину едва ли не каждые 5 лет Предлагаемый подход напоминает разработку так называемой сотой серии ряда самолетов тактической авиации из 50-х годов прошлого века Их создавали одновременно и с широким использованием общих технологий, хотя результат получился разным Новые образцы, которые должны появиться по результатам НГАД Рапер называет цифровой сотой серией намекая на применение современных методик проектирования Истребитель за пятилетку Нынешний подход к созданию авиационной техники предусматривает проведение длительных неокр По результатам которых появляется самолет с максимально возможными характеристиками В то же время, все это требует немало времени и приводит к росту стоимости программы После пересмотра программы НГАД планируется создать целую серию самолетов с приемлемым соотношением цены и характеристик ВВС и промышленность должны будут всего за несколько лет создать перспективный истребитель, построенный на доступной базе и имеющий максимально возможные для данного времени характеристики Такая машина поступит в ограниченную серию, а инженеры займутся созданием более совершенного образца на серийной платформе У. Рапер указал, что при современном развитии технологии это позволит выпускать новый самолет примерно раз в пять лет В итоге за длительный период будет создана цифровая сотая серия целого семейства унифицированных истребителей следующего поколения с отличающимися возможностями и задачами В семействе будут присутствовать самолеты привычного облика, носители оружия на новых принципах, специализированные машины разведки, беспилотники и т.д. Все эти образцы можно будет объединить в ситецентрическую структуру для совместного решения боевых задач Основы проекта Проектирование и запуск производства предлагается ускорять за счет ряда важных предложений Первое предусматривает максимальное использование цифровых систем проектирования на всех этапах У. Рапер пожаловался, что далеко не все оборонные предприятия США уделяют должное внимание этому вопросу Однако те заводы, что внедрили современную технику, показывают примечательные результаты Второе предложение касается открытой архитектуры самолета NGAD должен реализовывать не только привычный принцип plug-and-play, но и являться полностью модульной и открытой системой Необходимо обеспечить свободную замену аппаратуры и компонентов, а также максимально упростить разработку программного обеспечения сторонними контракторами Наконец, необходимо повысить гибкость разработки ПО, от которого прямо зависят боевые качества техники Необходимо ускорить процесс разработки, тестирования и внедрения ПО, а также привлечь ко всем основным процессам эксплуатанта Точный план обновленной программы NGAD еще не определен При этом, рапер раскрыл ожидаемые особенности процесса разработки и строительства техники В этом отношении программа будет разделена на несколько этапов Работы начнутся с заключения контрактов с двумя или более разработчиками авиационной техники Вариант самолета NGAD от Lockheed Martin Ускорение проектирования и производства позволит уменьшить горизонты планирования с определенными выгодами Теперь ВВС не придется формировать требования к технике с прицелом на несколько следующих десятилетий Новый подход может стать проблемой для вероятных противников Им придется постоянно следить за новыми разработками США и своевременно принимать меры Каждое несколько лет они будут вынуждены оценивать новый американский образец и искать способы противодействия ему По словам У. Ропера, у США всегда будет в запасе новый самолет с новыми возможностями Это заставит третьи страны играть на условиях американских ВВС Однако предложенная цифровая сотая серия имеет существенные недостатки В первую очередь, это необходимость кардинальной перестройки всех процессов и методик разработки авиационной техники На этом этапе ВВС и контракторы могут столкнуться с самыми серьезными проблемами организационного и финансового характера Планы по созданию самолета каждые пять лет могут быть чрезмерно смелыми Разработка базовой платформы NGAD, несмотря на новые подходы, будет продолжаться до начала 30-х годов Ее модернизация путем замены отдельных устройств и систем будет более быстрой Но нет никакой гарантии, что эти процессы удастся уложить в указанные пять лет В рамках NGAD предлагается разработать целый авиационный комплекс Включающий не только истребитель следующего поколения Каждый элемент такого комплекса требует отдельный неокр, что предъявляет новые требования по срокам Даже постепенное развитие и внедрение новых технологий не гарантирует получение всех желаемых результатов с разумной стоимостью и в приемлемые сроки Сложная перспектива Предложенные методы дальнейшего развития тактической авиации представляют интерес и могут иметь большое будущее Преимущества такой концепции убедительны, но нельзя не обращать внимание на ожидаемые недостатки Таким образом, ВВС следует тщательно изучить новые подходы к разработке и определить их реальные перспективы в свете существующих возможностей промышленности и ее дальнейшего развития Министерство ВВС заинтересовалось оригинальным предложением и в ближайшее время начнет его проработку с прицелом на реальное применение У него также нашлись сторонники в Конгрессе, хотя законодатели пока не определились со своим мнением Применение новых методов может сделать проект NGAD Одним из самых смелых и удачных в будущей истории американской авиации Однако пока нельзя исключать и негативный исход Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...